Проходы между стульями медленно шествовал Хагрид. Лицо его блестело от слез. Он безмолвно плакал, неся в руках, как сразу понял Гарри, тело Дамблдора, завернутое в темно-фиолетовый с золотыми звездами бархат. От этого зрелища горло Гарри сдавила острая боль. Странная музыка и сознание того, что тело Дамблдора находится от него так близко, казалось, на миг лишили летний день всякого тепла. Рон побелел, выглядел потрясенным. На колени Джинни и Гермионы падали слезы. Что происходит впереди, Гарри ясно не видел. Вроде бы Хагрид осторожно опустил тело на стол, потом отступил в проход и трубно высморкался, заслужив несколько возмущенных взглядов, одним из которых, заметил Гарри, наградила Хагрида Долора Самбридж. Гарри знал, что Дамблдор на него не обиделся бы. Гарри ласково кивнул Хагриду, когда тот проходил мимо, возвращаясь назад, на глаза лесничьего опухли настолько, что оставалось лишь удивляться, как он вообще что-нибудь видит перед собой. Гарри обернулся, взглянуть на задний ряд стульев, к которому направлялся Хагрид, и понял, кто служит ему путеводным маяком. Там сидел великан Грох, облаченный в пиджак и брюки размером с большой шатер. Он смиренно, почти по-человечески, склонил огромную, уродливую, похожую на валун голову. Когда Хагрид примастился рядом со сводным братом и Грох похлопал его по голове, ножки стула под Хагридом провалились в землю. Гарри подавил на миг, охватившее его желание рассмеяться. Тем временем музыка смолкла, и он обратил взгляд к мраморному столу. Маленький человечек с клочковатыми волосами и в простой черной мантии поднялся на ноги и встал перед телом Дамблдора. Что он говорит, Гарри расслышать не мог. Лишь отдельные слова долетали к нему поверх сотен голов. Благородство духа, интеллектуальный вклад, величие души. Все это мало что значило для Гарри. К Дамблдору, которого знал он, слова эти почти никакого отношения не имели. Гарри вспомнил вдруг, как волшебник попросил однажды разрешения произнести несколько слов. Олух, пузырь, остаток, уловка. И снова с трудом подавил улыбку. Да что это с ним сегодня? Слева донесся тихий плеск. И Гарри увидел, что водяной народ повысовывался из озера, чтобы тоже послушать прощальные слова. Он вспомнил, как Дамблдор два года назад присел у кромки воды, совсем рядом с местом, где сидел сейчас Гарри, и по русалочи беседовал с предводительницей водяных. Интересно, где Дамблдор выучил их язык? Как много осталось такого, о чем он ни разу не спросил старого волшебника? Как много не сказали они друг другу? И тогда без предупреждения на него навалилась страшная правда, полная и неоспоримая. Дамблдор мертв, его больше нет. Гарри с такой силой стиснул холодный медальон, что поранил ладонь, но и это не остановило горячих слез, которые брызнули из его глаз. Он отвернулся от джинни, от всех, и смотрел поверх озера на лес. Человечек у стола все еще лопотал, а Гарри заметил вдруг какое-то движение среди деревьев. Кентавры. Они тоже пришли проститься с Дамблдором. Из-под деревьев кентавры не вышли, но Гарри видел, как они тихо стоят, опустив луки и глядя на волшебников. И ему вспомнился его первый, похожий на ночной кошмар, поход в лес. Первая встреча с существом, которым был тогда Волан-де-Морт. Лицо этого существа и происшедший вскоре затем разговор с Дамблдором о том, что сражаться необходимо, даже потерпев поражение в борьбе. «Главное – сражаться», – сказал тогда Дамблдор. «Снова и снова. Только так можно остановить зло. Пусть даже истребить его до конца никогда не удастся». И, сидя здесь под жарким солнцем, Гарри вдруг совершенно отчетливо увидел, что рядом с ним стоят люди, которым он был необходим. Мать, отец, крестный и Дамблдор. Каждый был полон решимости защитить его. Однако теперь с этим покончено. Теперь он никому не позволит стать между ним и Волан-де-Мортом. Пора проститься с иллюзией, от которой ему следовало отказаться еще годовалым. Отбросить веру в то, что руки родителей способны оградить его от любой беды. От этого ночного кошмара пробуждения не будет. Не будет утешительного шепота, уверяющего, что он в безопасности. Что все это лишь плод его воображения. Последний и величайший из его защитников мертв. И теперь он одинок, как никогда прежде. Человечек в черном наконец-то умолк и вернулся на свой стол. Гарри ожидал, что кто-то еще встанет у тела. Кто-то еще, быть может, министр, произнесет речь. Но нет, никто не двинулся с места. Потом вскрикнуло сразу несколько голосов. Яркое белое пламя полыхнуло, охватив тело Дамблдора и стол, на котором оно лежало. Языки пламени вздымались все выше и выше, заслоняя собой тело. Белый дым винтом поднялся в небо, создавая очертания странных фигур. Сердце Гарри словно остановилось там. Ему показалось, что он увидел радостно выносящегося в синего феникса. Но в следующую секунду огонь погас. Там, где он только что бился, стояла белая мраморная гробница, укрывшая в себе и тело Дамблдора, и стол, на котором оно поклонилось. Снова испуганные крики. Целая туча стрел взвелась в воздух, но все они упали на землю не долетел до ты. То было, понял Гарри, последнее прощание кентавра. Повернувшись к волшебникам спинами, они уже уходили в древесную прохладу. И, подобно им, водяной народ тоже медленно опустился в зеленоватую воду и скрылся без нас. Субтитры создавал DimaTorzok